Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне! Я очень рада вас видеть! Сегодня будем готовить потрясающе вкусную, сочную, нежнейшую куриную грудку. Готовится очень просто и быстро. Вполне подойдёт и для праздничного стола в виде горячего или закуски. Давайте приготовление начнём как раз с мяса. У меня здесь три больших куриных филе. Я отделяю малое куриное филе, а большое разрезаю пополам вдоль. Кусочки хорошенько отбиваем с помощью молоточка, чтобы они были потоньше. И каждый кусок немного подсаливаем. Ну и теперь приступаем к главному, к маринаду и одновременно к кляру для нашей куриной грудки. Нам понадобится 1 средняя луковица. Её нужно натереть на тёрке. Выбираем тёрку самую маленькую, чтобы в итоге получилась вот такая кашица. К луку добавляем 1 яйцо и 100 г сметаны. У меня сметана 20% жирности. 30 мл соевого соуса. Если соевый соус не нравится, можно заменить на лимонный сок. Для пикантности добавим примерно столовую ложку или чуть меньше горчицы и немного чесночка. Всё хорошенько перемешиваем до однородности. Добавляем 3-4 столовые ложки муки. Всё хорошенько перемешиваем, так чтобы не было комочков. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Обращайте внимание на консистенцию кляра. Он не должен быть слишком жидким. Теперь подготовленное тоненькое куриное мясо, куриное филе, смазываем нашим маринадом вкуснейшим, так чтобы каждый кусочек был им покрыт. В итоге куриная грудка очень хорошо промаринуется, будет мягкой и нежной. Укладываю куриное филе вот таким образом стопочкой, каждый раз хорошенько прослаивая маринадом. Даём промариноваться минимум полчаса-час, тогда при комнатной температуре. Если дольше, то убираем в холодильник. Очень здорово замариновать таким образом вечером, а на следующий день останется лишь обжарить и подать на стол. Грудка хорошо промариновалась. Переходим к плите. В большую сковородку ставлю разогреваться, наливаю немного растительного масла и выкладываю тоненькое куриное филе во вкуснейшем кляре на сковородку. Огонь средний, крышкой мы не накрываем. Как только низ подзолотится, перевернём. Вот такие очень румяные, аппетитные кусочки получаются. С другой стороны также на среднем огне жарим, не накрывая крышкой. Грудка хорошо промаринована, она очень быстро готовится. Главное её не пересушить. Тогда она останется особенно мягкой, нежной и сочной. Я буду подавать на большом блюде. Добавлю немножко зеленушки. Такое блюдо можно подавать и в виде горячего, и в виде закуски поставить на стол. Потрясающе вкусное, невероятно нежное, но просто тающее и нежнейшее. Можно даже не пользоваться ножом, кусочки очень легко отделяются. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся!